Я, по-моему, немножко... Да, доброе утро. Вас вижу, слышу. Я немножко по нашему расписанию и впоследствии передам вам слово. Конечно. Всегда быстро. Все. Так, коллеги, мы стартуем вторую неделю, и сегодня у нас с вами два эфира. Сейчас это отель Four Seasons Доха, один из флагманов, вот, и самых, наверное, отелей в Дохе. И в час дня у нас будет эфир двух отелей, но это, на самом деле, один такой большой комплекс. Рафлс Доха и Ферман Доха. Новые отели. Так, ну, с удовольствием я передаю слово Юле Силько, представителю отеля Four Seasons Доха. Давайте еще раз, Юль, проверим. Какой-то восклицательный знак, просто я вижу у вас. Ну, меня видно, слышно. Так, видно, слышно, да. Давайте я попробую полистать. Да, все листается, все в порядке. Спасибо. Ну, если будут... Отлично. Коллеги, привет вам просмотра. Спасибо огромное, спасибо. Доброе утро всем еще раз. Если у кого-то не утро, то добрый день, добрый вечер. Меня зовут Юлия Силькова, я отельный менеджер гостиницы Four Seasons Фотел Доха. Со мной вместе моя коллега Александра Стоюнович. Александра работает в отделе продаж, и она непосредственно вместе со своими коллегами из отдела продаж будет помогать отвечать на заявки. Но я также в вашем распоряжении, пожалуйста, по любому вопросу вашему или вашего гостя буду всегда рада помочь, потому что знаю, что не все наши гости говорят хорошо на английском, да даже если говорят, иногда им хочется поговорить с кем-то на родном языке, да, вот такая наша особенность, поэтому всегда буду рада помочь вашим гостям и вам обязательно, чтобы вам было комфортно с нами работать. Александра не говорит на русском, к сожалению, ее, то есть если будут в конце вебинара от вас какие-то вопросы, на которые я не смогу ответить, или мне нужна будет помощь, тогда я обращусь к Александре, и мы вдвоем попытаемся ответить на все ваши вопросы. Ну, либо после вебинара уже у вас будут наши контакты, пожалуйста, обращайтесь по любому вопросу. Добро пожаловать в Доху и доброе утро, солнечной Дохе. Я знаю, что у вас, и увидела сейчас в расписании, уже было несколько вебинаров, поэтому уверена, что вы хорошо знакомы уже с направлением Катары, с Дохой непосредственно, и моя сегодня, моя презентация, она об отеле, хотя уверена, что многие из вас прекрасно знакомы с нашим отелем, мы с гордостью носим название Four Seasons, знаю, что хорошо вы знакомы с брендом, и его не нужно представлять и рекламировать. Для тех из вас, кто не знаком с отелем, я немножко, конечно, в общих чертах расскажу, но в основном моя презентация сегодня о том, что может делать гость у нас в отеле, как он может проводить свой досуг, чем мы его можем помочь, какие интересные занятия мы можем предложить. Здесь немножко про сезонность я упомяну, конечно, хотя уверена, что вы тоже прекрасно знаете, когда лучше отправлять к нам гостей. Ну и так или иначе, немного все равно моя презентация будет пересекаться с направлением Доха, потому что в Four Seasons мы всегда говорим, что для того, чтобы гость попал к нам в отель, он должен захотеть приехать в направлении. Поэтому всегда наш маркетинг-отдел работает над тем, чтобы отель, неважно, это City Hotel или Resort, он был таким продолжением, логичным направлением, дестинацией, где находится гостиница. Поэтому несколько красивых фотографий для настроения вам все-таки покажу, но уже о программах и всяких интересных опытах, которые мы предлагаем нашим гостям. После вебинара, пожалуйста, пишите, с удовольствием будем делиться всем, над чем работает наша команда консержа. Отелю 17 лет, он открылся в 2005 году и с гордостью сразу же стал одним из флагманских отелей в Дохе. Конечно, прошло много времени с тех пор, мы много что меняли, добавляли, изменяли. Чемпионат мира полностью изменил страну и полностью изменил подход к hospitality, в прошлом году очень много интересных отелей открылось и конкурентов. Но, тем не менее, мы с гордостью продолжаем быть лидером рынка, ни в коем случае не воспринимаем это как должное, каждый день боремся за наших гостей, за нашу репутацию, но нам кажется, что нам это удается не без вашей помощи, опять же, потому что, конечно, все это благодаря не только нашей команде, и сервису, и прекрасному и светскому бренду, но и благодаря помощи и поддержке наших агентов и наших клиентов. Как я уже сказала, открывшись в 2005 году, мы много что меняли. С 2019 года началась реновация отеля, и мы полностью отремонтировали наш номерный фонд, и я покажу несколько фотографий, и многие из ресторанов, многие из общих зон для гостей, но вот какие-то участки, Танцфа, к примеру, у нас еще в планах, да, но тем не менее, представляет очень интересный продукт, и в целом отель, как нам кажется, и по отзывам от гостей, ничуть не уступает новым гостиницам по продукту и по дизайну в том числе. Немного слов о климате и о сезонности, уверена, что вы и так знаете, мы здесь не все месяцы года указали, но тем не менее, самый лучший период, конечно, начиная с октября, хотя еще жарковато, но влажность уже уходит, и с октября мы уже видим по трендам, начинается поток туристических гостей, и мы его, кстати, увидели с прошлого, если интересно, немножечко так вот информацию, кто наши гости после чемпионата мира, кроме бизнес-гостей, которые всегда будут в ДОХе, мы увидели огромное количество туристов, начиная с февраля месяца прошлого года, конечно, это связано с тем, что чемпионат мира послужил огромной рекламой для страны и для ДОХи в том числе, поэтому вот начиная с октября можно отправлять гостей, тех, которые любят тепло и жаркую погоду и солнце, но днем достаточно жарко, да, то есть если мы говорим, вот мы здесь указали, как высокий сезон декабрь-февраль, о том, чтобы комфортно быть на улице в течение дня и не ограничивать себя по экскурсиям, да, в какое время дня или суток выбирать времяпровождение на воздухе и на улице, то это декабрь-февраль, но с октября уже вечера достаточно комфортные, температура 28-30 градусов, и воды в течение дня можно находиться, и хорошо уходит влажность, которая основная проблема для нас в течение низкого сезона, и даже месяц сентябрь, мы чувствуем, что погода начинает меняться, но, конечно, еще не очень благоприятно для того, чтобы быть на улице в течение дня, хотя мы видим уже из Европы туристов с конца августа, и, конечно, очень интересно наблюдать за этим трендом. Очень комфортная температура в марте и в апреле, но здесь я должна сказать, что, пожалуйста, проверяйте с нами период Рамадана и все ограничения, которые будут в стране по опыту прошлого года. Многие туристы пробуют доку не только как стоповер, да, и хотят посмотреть в течение двух-трех дней для того, чтобы понять, что это за направление, и дальше уже принять решение или возвращаться сюда на полноценный отпуск, или на какие-то, не знаю, каникулы, или удлиненные выходные дни, но кто-то приезжает и пробует ДОФУ как альтернатива Дубае, но вот именно период Рамадана, он, конечно, очень отличается, потому что у нас очень много ограничений, и я думаю, что в следующем году они будут примерно такими же, как и в прошлый год, но, пожалуйста, проверяйте с нами. В этом году Рамадан начнется раньше, примерно 10-11 марта, это как раз время, я знаю, что каникулы во многих школах в конце, марта, поэтому звоните, спрашивайте, чтобы у нас была правильная коммуникация для гостей, чтобы не было каких-то неожиданностей. По поводу расположения, опять же, очень гордимся, мы находимся в центре, хотя центр ДОХИ, такое достаточное понятие, очень много центральных локаций в ДОХИ, но мы здесь поставили несколько значков, таких самых известных достопримечательностей, и выставочный центр, и торговый центр, которые очень любят наши гости, Плассовый дом. В принципе, мы находимся, как вы видите, в середине всего, то есть на машине, без пробок, а пробок практически никогда не бывает, ну, 15 минут, 10 минут, максимум 20 минут, очень комфортно, гости не устают, поэтому с точки зрения расположения, совершенно смело могу сказать, что проблем никаких не будет, и гости не будут ни в коем случае озадачены тем, что им нужно долго добираться, если это не какой-то интересный опыт в пустыне, или какая-то дальняя локация, с достопримечательностью, которую они выберут. Ну, вот в рамках самой Дохи, непосредственно в городе, все достаточно близко расположено, в радиусе 10 километров. Теперь вот такой небольшой слайд, хотя я уверена, у вас есть намного больше информации, знаний, чем у нас, но этим слайдом мы хотели сказать, что те гости, которых мы ждем, и которых будем рады принять, и которых видели после чемпионата мира, это не только гости, которые пробуют Доху как полноценный отпуск, начинать с 7 дней больше, во многих случаях как альтернатива Дубая или Абудаби, но также те гости, которые летят или по направлению Тишеллы, или Лаврики, или Мальдивы, либо по возвращению домой 2-3 дня. То есть вот таких вот два паттерна мы видели до лета этого, поэтому будем рады предложить интересные опыты, как на несколько дней, да, более такой сжатый вариант, так и более расширенные программы для тех, кто решает остаться с нами подольше. Несколько картинок, хотя обещала без упоминания о локации, но для хорошего настроения, такие очень красивые достопримечательности, архитектурные ансамбли, которыми Катар очень гордится, и я тоже считаю, что они очень ярко представляют страну, очень красиво и красочно рассказывают об истории. Это то, что обязательно мы рекомендуем посетить гостям, даже во время стоп-овер. У нас есть формат полудневной экскурсии, когда, к сожалению, нельзя качественно все посмотреть, но тем не менее наши гиды показывают в таком сжатом варианте основные достопримечательности. Ну и вот эта картинка, она очень, конечно, характеризует Катар, и есть очень красивые пейзажи, где пустыня встречается с морем. Очень я рекомендую, я уже несколько раз сама пробовала, можно доехать до границы Саудовской Аравии. Мы очень рекомендуем делать эту экскурсию во второй половине дня, чтобы на обратном пути возвращаться во время заката. Получаются красивые фотографии, но и в целом такие очень необычные воспоминания. Теперь наш отель. Добро пожаловать в Four Seasons. Ваш турнир вдали от дома. Опять же уверена, что вы были у нас на сайте, знакомы с отелем, может быть, не лично, но по сайту и по каким-то промо-материалам. В 2019 году, как я уже упомянула, у нас была реновация номерного фонда и большей части ресторанов. Дизайном занимался известный французский дизайнер Керей Прошон. Он работает с нашим брендом по многим отелям, в том числе с нашим знаменитым отелем в Париже Юрг Пятый. Такие сейчас у нас номера в нежных очень тонах, светлых, бежевых, голубых. Конечно, морская тематика вокруг, потому что большая часть отеля смотрит на море, на Этерситский залив. От гостей очень хорошие отзывы, потому что располагают обстановка к отдыху, к спокойствию, в целом, к получению удовольствия от жизни. 237 номеров и люксов. У нас огромное количество стандартных номеров. Это не первая категория. Делюкс и премьер-севьё. Всего 180. Разница между делюкс и премьер-севьё. Сейчас я забегу на следующий слайд, и потом вернусь. Только в том, куда смотрит вид из номера. Делюкс-рум смотрит на город и частично на территорию отеля, а премьер-рум смотрит на Персидский залив. Разница в цене небольшая, и вот то, что мы видели в первой половине года, всё-таки наши гости предпочитают, конечно, с видом номера, с видом на море. Если нужна будет дополнительная информация по номерам, или рун-тур, обращайтесь, будем всё отправлять. Но на сайте, в принципе, достаточно в хорошем объёме представлена информация по номерам, с фотографиями. Но, опять же, если нужно что-то дополнительное, будем рады с вами поделиться. Большое количество люксов, и они, опять же, в сравнении, например, с арабскими генераторами, очень доступны по цене. И в целом, да, направление такое, достаточно, ну, не экономичное, но в целом, да, мы более экономичны и доступны, чем Дубай на сегодняшний момент, что, мне кажется, огромный плюс для направления, и можно пятизвёздочный люксовый отель купить за достаточно приемлемые деньги. По люксам, возвращаясь к номерному фонду, практически все люксы смотрят на море, за исключением Executory View Suite, это первая категория, левый квадрат сверху. Здесь вид на город, но частично всё равно море видно. Все номера достаточно большие, то есть возможность выбрать люкс от 70 квадратных метров до практически 500, в зависимости от желаний гостя. По номерному фонду в целом, да, у меня вот несколько слайдов, потому что была идея не перенести всю информацию, которая у нас есть на сайте, в эту презентацию, да, а больше рассказать о том, чем мы можем занять гостя, что мы можем предложить и что у нас нового по сравнению с прошлым годом и с периодом до чемпионата мира для тех из вас, кто знаком уже с направлением с отелем. Вот, и очень много изменений всяческих мы делаем как раз нашими ресторанами. Отдоха в целом считается одним из гастрономических таких городов, особенно в чемпионат мира очень многие рестораны открылись, очень большие названия, известные шефы приехали, и многие отели, и независимые рестораны стали работать в партнерстве с ними, мы не исключение, и мы считаем себя одним из центров гастрономического дохи, в том числе, поскольку у нас огромное количество ресторанов для отелей Four Seasons, всего их 10, не считая ром-сервис, то есть ром-сервис дополнительно. Вообще доха очень, как и Катар, страна, очень динамичное направление, все время что-то меняется, все время что-то перестраивают, пробуют новое, и отели должны этому соответствовать, то есть если мы еще полгода назад какой-то ресторан и концепция работала и была удачной, успешной, то может быть такое, что спустя полгода резиденты и катарцы потеряли к этому интерес, и поэтому нам приходится подстраиваться и все время креативить, все время придумывать какие-то новые коллаборации, новые партнерства, что интересно, потому что это все время развиваешься, ищешь какие-то новые идеи, новые возможности, и гость, даже возвращающийся к нам гость спустя полгода или год, он видит что-то новое, и, конечно, всем интересно всегда попробовать что-то новое. Мы сейчас работаем, наша селс-команда, кстати, к вопросу не о ресторанах, а в целом о предложениях, которые мы делаем, о том, чтобы предлагать гостям, туристам, хабборд, для того, чтобы включать сразу в пакет, кроме завтраков, еще обед, либо ужин, если есть в этом интерес, и если вашим гостям, может быть, это интересно, то Александра и ее коллеги дальше обязательно вышлют вам информацию, возможно, она у вас уже есть, я просто не знаю об этом, поэтому прошу прощения, если вы знакомы уже с этим, но вот я решила упомянуть на всякий случай, если вы еще не знакомы с этой опцией. Так вот, в этот хабборд и предложение, которое мы включаем для туристов, и которое мы разработали с этого года, поскольку знаем, что нашим гостям это важно, мы включили одни из наших ромких названий и интересных ресторанов, для того, чтобы было разнообразие для тех гостей, кто устанавливается с нами в течение нескольких дней, чтобы каждый день они могли обедать или ужинать по опции хабборд в новом ресторане и получать новый опыт. Несколько фотографий покажу наших ресторанов, опять же, не рассказываю в деталях о каждом из них, потому что все есть на сайте, расскажу, может быть, такие отличительные черты и расскажу о новшествах, которые мы сделали, ну и если вам нужна будет дополнительная информация, пожалуйста, всегда обращайтесь. Начну с Нобу, знаменитый Нобу, уникальный проект, Нобу является одним из самых больших ресторанов Нобу в мире, чем мы очень гордимся. это был уникальный проект, который строился несколько лет подряд и был построен и сдан тремя или четырьмя годами позже, чем по плану, потому что строился он в заливе и, конечно, это была непростая очень история, но, тем не менее, 10 лет назад мы открыли Нобу и это была тогда очень большая, большой аншлаг и большой интерес, но с гордостью могу сказать, что, несмотря на многие открытия, дохи и вот эту постоянную динамику, которая так или иначе присутствует на рынке гастрономическом Катара, Новый Посидень остается одним из лучших ресторанов и видит огромное количество возвращающихся гостей как среди резидентов и катарцев, так и среди туристов, которые любят доху или пробуют доху и приезжают первый раз, чем мы, конечно, очень гордимся. У Нобу очень красивые виды, поскольку он стоит на воде, то есть, где бы вы ни находились, даже если это внутренние помещения, а не на улице, да, хотя у Нобу есть несколько террас, есть очень интересная история на крыше, но это только в то время года, когда позволяют, то есть, со второй половины сентября мы думаем, что мы откроем крышу в вечернее время, похоже, может быть, после восьми, после девяти, чтобы было комфортно быть там, но тем не менее, даже если гость находится внутри, куда ты не посмотришь, везде вода, везде яркие краски, очень красиво, и, конечно, всем нравится, кроме замечательной кухни, всегда приятно, когда есть красивые виды. В октябре месяце мы планируем очень интересную историю в Нобу, сам шеф Нобу приедет в начале октября, даты, скорее всего, совпадут с датами Формулы-1 и будет готовить свое меню, то есть, такие гастроли шефа Нобу, о чем мы скоро начнем рассказывать очень активно в наших соцсетях, поэтому, если кто-то из ваших гостей собирается в ДОФУ в это время или просто решает, куда поехать, еще рассказывайте об этом, мне кажется, это очень интересное событие. Второй ресторан, который мы тоже очень громкое название, мы открыли его год назад, чуть меньше, чем год назад, в прошлом октябре, с мишленовским шефом Жорж-Жорж Вангерихтен, это Кириоса Байжан-Жорж, это латиноамериканская кухня, ресторан достаточно молодой, но уже имеет большую популярность, у него есть как внутренние помещения, так и терраса, и, опять же, к разговору о том, что нового, летом мы инвестировали в систему кондиционирования на террасе, не закрыв ее, то есть, это такая очень модная история, которая сейчас, она дорогая, но многие отели, и не только отели, и независимые рестораны на нее решаются, потому что всем всегда хочется быть на улице, вне зависимости от времени года, от времени суток, особенно, если это красивые виды, и поэтому вот Жан-Жош, Кирилл Сабай, Жан-Жош, мы решили, что стоит того, и вот мы попробовали проект системы кондиционирования, и уже с августа месяца предлагаем нашим гостям этот опыт, даже в течение лета мы предлагаем опыт ресторана на террасе, в этом ресторане тоже очень красивый вид на горе, если раньше его закрывала частично в башне, то у нас была небольшая реновация весной, и мы эту башню не брали, сейчас ничего не препятствует виду, поэтому сочетание интересного меню, хорошей кухни, отличного сервиса и красивых видов. Дальше хочу показать вам еще несколько интересных ресторанов, ресторан Элементс это полдей дани, это место для завтраков, всегда они проходят там, международная кухня по обедам и для ужинов, и опять же мы все время что-то креативим, придумываем, по средам и четверкам мы делаем тематические ужины, кей-барбекю и си-фуд-найт всем очень нравится, и мы пробовали уходить во что-то другое, менять эти тематики, но видели снижение интереса рынка и вернулись к тому, что барбекю и си-фу-найт по средам и четвергам они так и есть по пятницам мы делаем бранчи сразу в нескольких наша пятница это суббота это первый выходной день, поэтому это такое традиционное время, когда все рестораны делают какие-то интересные истории или бранчи бранчи очень популярны в душе и поэтому Элементс нескольчение делают очень щедрый ланч с большим количеством разнообразных опций большой интерес от рынка тоже мы видим и все наши гости туристы если они попадают на пятницу мы также рекомендуем попробовать этот опыт Макани Бич Клаб это такой пляжный клуб на побережье сейчас он закрыт но со второй половины сентября мы его открываем погода уже будет потихонечку налаживаться и вот с октября месяца тоже гости его все очень любят быстренько пробегусь по другим ресторанам опять же изновшись из того что нового любили Робушон это недавно открытая пекарня и кафе французского шефа угора Жоль Робушон которого к сожалению нет уже в живых но мы открывали его в партнерстве с шефами которые работали непосредственно шефом Робушон в течение нескольких десятилетий поэтому опыт конечно сохранился очень модное место сейчас в Дохе небольшая у нас посадка всего внутри потому что есть еще терраса открытая но к сожалению похода пока не позволила нам ее открыть вот ближе к концу сентября мы планируем открыть террасу и тогда посадочные места увеличатся но вот сейчас пока чуть больше 20 но очень вкусный кофе разнообразие чаев круассаны известные французские также интересные десерты сэндвичи ну вот такое вот интересное место и для тех из вас кто знает наш отель раньше здесь было кафе арабика сейчас кафе рубшон мы открыли его в начале мая то есть это совершенно новый продукт для нашего отеля и пожалуйста рассказывайте о нем гостям всем очень интересен следующее место из красивых и таких с парижским шик роскошь шиком это шизнский лаунч это чайная но на самом деле мы сервируем полноценное дно с завтрака по ужин и здесь есть три отдельных зала в этой чайной совершенно в разных цветовых окрасках красивое место с открытой террасой в то время года когда она позволяет но ресторан сезонсти лаунч ресторан без алкоголя у нас есть несколько ресторанов и мы не сервируем алкоголь вот такая особенность дохи ну с этим нет проблем у гостей и у туристов потому что есть огромное количество ресторанов локаций где мы предлагаем полноценное меню с уговорем с интересными юными картами поэтому проблем с этим никаких нет с разнообразием и вот еще небольшие тоже аутлеты наши наш сигарный бар такое более вечернее вечернее местопровождение хотя открываем его в 12 дня это айлаунж который работает только в благоприятное время года поскольку он под открытым небом и это вечернее заведение и есть несколько аутлетов которые расположены не в основном здании отеля они расположены в здании спа поскольку спа находится я немножко позже я вам скажу отдельно от отелей соединенных мостом спа и если гости не попадают в спа то как-то он остается без интереса но мы сейчас активно рассказываем о тех ресторанах которые не в зоне видимости и не находятся так или иначе вокруг зоны ресепшена основного лобби где так или иначе куда так или иначе попадает гость и откуда он начинает свое исследование отеля и второе очень интересное место Шиша Террес к сожалению у нас тоже без такого интереса от туристов остается хотя на мой взгляд знакомство с направлением оно всегда связано с знакомством с национальной кухней и здесь очень интересная арабская кухня в нашей Шиша Террес может быть опять же слово Шиша немножко смущает и неправильное дает восприятие это кафе ресторан также есть здесь арабский завтрак с утра то есть можно позавтракать нужно победать полужинать здесь очень красивые виды виды на гавань и утром красивые виды и вечером когда закат местные гости очень любят катарцы прямо одно из их любимых заведений и в этом году с началом сезона с октября мы будем конечно очень активно рассказывать об этом гостях потому что на мой взгляд это очень интересный опыт и очень вкусная еда знакомство с востоком как раз с точки зрения гастрономии не может быть без этого ресторана если мы говорим о нашем отеле конечно очень много ресторанов с арабской кухни в Дохе и большой выбор но вот в нашем отеле это как раз одно наверное из главных мест где бы мы хотели знакомить туриста с арабской кухни возвращаюсь к спа немножко я его упомянула когда говорила про спа-кафе спа очень большой комплекс он находится в отдельном здании огромное количество процедурных комнат есть всяческие зоны для расслаблений есть гидробассейны к сожалению у нас нет большого бассейна который бы располагался внутри но у нас есть несколько бассейнов на открытом воздухе которыми можно пользоваться практически в течение года может быть только январь когда температура воздуха опускается ночью до 15 градусов до 17 но мы его подогреваем и в целом гости с удовольствием пользуются ими в течение года в спа хотел бы обратить ваше внимание что мы предлагаем не только массажи для расслабления ароматерапии у нас есть очень хорошие специалисты и широкие программы для полкода за лицо и за кожей то есть если кто-то из гостей в этом заинтересован особенно те у которых есть ли это время которые остаются у нас не на 2-3 дня а на подольше мы работаем с интересными брендами например наши гости любят биологи мы пользуемся этим косметикой этой косметикой наши специалисты хорошо натренированы поэтому с удовольствием будем рассказывать об этом гостям в том числе часы работы спа это то что мы представляем на сегодняшний день но на самом деле с началом сезона конечно мы расширяем часы работы и это нужно всегда уточнить поэтому пожалуйста не берите эту информацию как фиксирую это все очень варьируется в зависимости от спроса и конечно мы подстраиваемся под гостя есть у нас пляж с выходом прямым на залив для тех из вас кто не знает кто знает и был на сайте уверена что вы видели опять же не оставлю здесь много картинок потому что все можно посмотреть на сайте в наших соцсетях если получается зайти в инстаграм и следить за нами мы очень часто показываем картинки воды и солнца то есть можете увидеть как он выглядит кстати вот про реновации говоря и про какие-то нововведения новшества и что нового мы летом делали проект по усовершенствованию наших бассейнов то есть мы сделали убрали если вы видели наши такие мини скалы и камни которые окружали бассейн мы их убрали и сделали более современный вид еще многие вещи технически обновили но вот что касается что увидит гость то это теперь более открытая зона бассейна основной бассейн уже мы вернули он открыт и можно пользоваться сейчас продолжаем работы над семейным бассейном но до конца сентября мы их закончим то есть к началу сезона как мы его считаем начало сезона начало октября вся зона резорта она будет возвращена в полном объеме и гости смогут этим наслаждаться есть очень много возможностей для маленьких детей поскольку такой вопрос всегда для семей что делать ребенку вообще в бренде Four Seasons мы много всего предлагаем гостям и маленьким маленьким гостям рады не меньше чем их взрослым родителям и все то же самое что мы предлагаем с точки зрения amenities с точки зрения каких-то возможностей каких-то активностей например у нас есть большой выбор групповых активностей спортивных для гостей отеля то есть в конце каждого месяца на следующем мы делаем расписание и наши тренеры инструкторы по 3-4 занятия в день предлагают не только для гостей отеля там у нас есть наши члены клуба спортивного и спа то есть для них и для гостей предлагают интересные тренировки групповые ну как правило там не бывает людей всегда до 5 поэтому индивидуальный подход он всегда присутствует с октября месяца мы начнем предлагать что-то в воде например водный спиннинг очень популярный и обязательно мы отражаем это для маленьких гостей в том числе может быть не в полном объеме мы предлагаем те же самые занятия но выходные дни или несколько раз в неделю будние дни можно выбрать что-то для ребенка то есть в основном возраст мы считаем от 5 до 12 лет когда мы готовы брать деток и заниматься с ними спортом с нашими инструкторами но конечно возможно какие-то исключения также у нас интересный всегда подход комминитис к общению с ребенком если что-то малыши любят и родители говорят нам или с вашей помощью мы узнаем об этом заранее мы всегда используем каждую возможность для того чтобы удивить впечатлить мы в 4S с этим очень известны и всегда каждый раз пытаемся не упустить эту возможность сделать что-то приятное какой-то сюрприз для гостей очень много возможностей для активного отдыха на территории самого отеля но и в Дохе в целом Дохе такой очень спортивный город но сначала про отель все же как обещала у нас есть теннисный корт несколько даже у нас есть свой тренер поэтому многие гости играют в теннис можем предложить как просто предложить корт для игры если не нужен тренер либо наш тренер также может заниматься или поиграть если есть такой интерес не обязательно с собой ракетки у нас есть все оборудование в том числе для тренажерного зала если у гостей нет с собой формы или должной спортивной обуви мы обязательно это предлагаем стараясь сделать так чтобы вне зависимости от количества багажа они могли использовать любую возможность вести спортивную жизнь или возможность активного отдыха в самой дохе так же как я упомянула очень много всего но мы вот здесь поставили такую с правой картинку это хина фирм фирм одна из фирм фирм не в тохе а в катаре до нее наверное минут 45 ехать от нашего отеля мы сейчас начинаем интересно очень сотрудничество с ними интересный проект если вам кажется что вам вашим гостям и вашим туристам это может быть интересно пожалуйста дайте нам знать мы пришлем большее количество информации то есть это ферма которая производит органические продукты но опять же что возможно производить в катаре поскольку условия климатические не всегда этому способствуют которые очень поддерживают локальных производителей которые пытаются сохранить культуру катара делают интересные мастер-классы обучающие программы для детей для взрослых то есть все что связано с сохранением так сказать культурного наследия и сохранение мира это все про эту ферму и это все отвечает ценностям нашего бренда форсизм поэтому вот с весны мы несколько коллабораций с ними начали и предлагаем на ферму интересные не только экскурсии но и какие-то такие активные возможности проведения времени в зависимости от того каким временем расторгает турист будем рады предложить либо тоже мы работаем сейчас мы еще пока не рекламируем а это и не вышли с этим с промо-материалами поэтому но наш шеф шеф нашего отеля и шеф на ферме работает с партнерством для того чтобы в течение осени предложить несколько ужинов для наших гостей которые они приготовят четыре руки на территории фермы при закате вокруг костра это очень интересный и необычный опыт опять же если есть интерес дайте знать пожалуйста мы пришлем фотографии чтобы у вас были картинки и вы могли бы поделиться с туристами и расскажем больше об этом ну и вот немножко хотела бы поделиться счастливые моменты наших гостей мы назвали этот слайд это про индивидуальный подход к нашим гостям и взрослым и маленьким и про то как мы пытаемся удивлять вот к примеру ну есть какие-то картинки которые наверное скажут сверху это наше поздравление с днем рождения но вот из нижних картинок нижний ряд если вы видите сертификат of achievement Thomas and Joanna это была семья с двумя детьми у которых было путешествие по нескольким странам и Катар была последним направлением Катар был последним направлением этого путешествия и вот мы такие форматы у нас там была целая программа как мы встречали но в том числе для маленьких гостей мы подготовили сертификаты и вручили их торжественно о том что они закончили вот это путешествие поздравили их с этим но и подарили небольшие медали для ребят конечно это интересно и вызвало восторг и родители тоже были счастливы то есть это вот хотела визуально вам немного показать как мы пытаемся и у нас это получается радовать наших гостей удивлять их и делать так чтобы они возвращались не только в Доху но в целом бренд форсисенс потому что нам очень важно иметь гостя для бренда в целом и мы всегда стараемся передать наших гостей и наших туристов от отеля к отелю для того чтобы они продолжали возвращаться в отеле форсисенс наверное у меня все мне кажется что следующий слайд последний спасибо всем огромное за внимание и очень рада иметь эту возможность рассказать вам о нас или напомнить потому что знаю и понимаю что в Дохе сейчас огромное количество интересных новых отелей все красивые все хотят и готовы принимать гостей и туристов но мы понимаем что мы должны работать вдвое больше или втрое и удерживать сервис и быть комфортными и удобными для вас для того чтобы продолжать быть одним из лидирующих отелей в Дохе и поэтому я еще раз хочу сказать спасибо за то что у нас есть возможность рассказать или напомнить о себе и спасибо что вы нашли время послушать и посмотреть нашу презентацию и время быть на этом вебинаре спасибо большое в двух словах еще прежде чем ответить на вопросы если будут такие я бы хотела сказать что у нас есть несколько русскоговорящих сотрудников есть два человека в ресторанной службы один человек в ресепшн то есть не буду может быть проходить по тому в каком отделе но при наличии языкового барьера для ваших гостей у ваших гостей мы видели что к сожалению может быть такое не к сожалению а просто как ситуация вот то мы будем готовы помочь перевести и сделать максимально комфортно их проживание в отеле и пребывание в Катаре в целом я к вашим услугам как сказала в начале вебинара для вас и для вашей гости тогда я могу наверное приступить к вопросам так я вижу что сейчас вашего позволения я прочитаю вижу кто-то отвечает уже на наши вопросы спасибо за помощь контакты есть да можно поделиться моим мобильным телефоном тоже если так быстрее есть какой-то срочный вопрос но имейл всегда конечно же мы отвечаем есть ли доступ к контенту отеля или размещение в соцсетях и ваши котели да тоже ответили ну пожалуй не осталось никаких неотвеченных вопросов пожалуйста дайте знать если что-то еще в любом случае после вебинара мы остаемся на связи и в любое время будем рады помочь пожалуйста обращайтесь когда я Я, наверное, попрощаюсь с вами, еще раз благодарю, желаю хорошего дня и интересного сезона в этом году. Всего доброго! Спасибо за внимание!